Человек проваливается. Вот, если у него... Ну, у нас по расписанию обход территории каждые два часа. И вот, особенно в опасные периоды, то есть мы каждый час входим на лёд, на Клязьму особенно. Вот туда, здесь в Затоне как бы лёд схватывается раньше, толщина льда засекает. Ну, сейчас, например, сантиметров, думаю, 15-20 есть. Вот, то есть, ну, на Клязьме, конечно, меньше, потому что течение сейчас не так холодно. Вот, то есть на Клязьме стараемся чаще ходить. Главная цель этих показательных выступлений – объяснить правила безопасного поведения на льду. Во Владимире в разгар сезон зимней рыбалки. Скоро школьные каникулы, и дети пойдут на природу. Как себя вести, рассказывают спасатели. Нужно соблюдать все меры безопасности. Если вы выходите на лёд, на лыжную прогулку, и просто отдыхать на рыбалку, значит, обязательно нужно советуем, рекомендуем даже, значит, выдвигаться группами. Что если вдруг случится чрезвычайная ситуация, чтобы было кому оказать вам посильную помощь. Но что делать, если рядом никого нет? В этом случае можно воспользоваться вот такой верёвкой с гвоздями на концах. Она поможет выбраться. Но если под рукой нет и верёвки, то для начала необходимо скинуть тамокшую верхнюю одежду и снять обувь. Это поможет остаться на поверхности. По словам водолазов, у человека есть всего около 10 минут, пока он не потерял силы в холодной воде. Получилось выбраться – перекатывайся. Это одно из правил, которые помогут снова не уйти под лёд. Но чтобы не приходилось выбираться из воды, лучше всего предварительно убедиться в безопасности ледового покрытия. Лёд должен иметь плотную структуру, тёмно-синего или зеленоватого оттенка. Если лёд такой светлый-серый, как правило, он имеет пористую структуру, значит он напитан водой. Поэтому даже при более большой толщине он является менее прочным, чем лёд другой структуры. В этом сезоне, по словам Евгения Мысева, ни одного факта провала человека под лёд не зафиксировано. Но это не причина не думать о своей безопасности. Предупреждён – значит вооружён. Подводит итог спасатели. Алексей Домнин, Дмитрий Журавлёв, 6 канал.